Привет, на связи Борис Соколов, сайт visit.com.ru Давайте я вам расскажу краткий отзыв о своем полете компании Ринди Я как раз добираюсь в Гуа с пересадкой через Дели Ну, зарегистрировался достаточно быстро, я приехал пораньше Так как у меня карточка Priority Pass, чтобы зарегистрироваться, посидеть, спокойно покушать в бизнес-зале, почитать газеты Багаж 30 килограмм, я вот еду на зимовку в Гуа, она в 2-3 месяца Поэтому, ну, все, что взял, надо и не надо, и знакомым просили что-то привезти, у меня 22 вышло И ручная кладь 8 килограмм Можно зарегистрироваться онлайн Тоже открывается регистрация, ну, точно за 24 часа есть, если даже не больше И вот основная регистрация не онлайн, открылась за 4 часа, что тоже очень порадовало, так как я приехал пораньше, как уже говорил Все, дальше уже продолжу записывать из самолета Кстати, это вот как раз многие спрашивают, как добраться в Гуа, когда нет прямых рейсов Ну, вот так вот с пересадкой Спокойно берете в Дели пересадку, до Дели летите 6 часов до Гуа, потом полтора Опять же говорю, когда есть карточка Priority Pass, у меня она есть Можно в любом аэропорте, у меня вот, например, 8 проходов Спокойно посидеть в бизнес-зале Если нет, так же, ну, посидите, кофе попейте, возьмите Полетели в тепло и с холодом Вот место рядом с входом, конечно, холодновато Когда зимой в минус 15 летишь Ух ты! Зря я курточку, наверное, в багаж сдал Принесли еду сразу же, как взлетели Еда уже в национальном индийском стиле Кто любит, то будет рад этому Я не особо рад Но это уже понятно, что вы летите Рейнди Кстати, вот такие прикольные Первый раз вижу, но очень мне понравилось Деревянные вилки и ложки Вообще классно Опять же, еда включена в стоимость билета Что в зарубежных компаниях далеко не всегда бывает Вот этот местный индийский десерт Пока не включил свет, я сначала принял за помидоры Пока он был запакован Вот, можно посмотреть фильмы Сейчас посмотрю «Форсаж» последний Кстати, это фильм «Форсаж 9» Я премьеру смотрел в египетском кинотеатре Второй раз смотрю в индийском самолете Какова стоимость тестов на данный момент в аэропорту Дели по прилету? То есть 500 рупий не срочный тест 2900 рупий Ну, рупий к рублю примерно один к одному Срочный тест Если у вас длинные там пересадки, например, прилетели утром Улетаете вечером, можете не срочно Если там небольшая, то, конечно, делайте срочно Этот кусочек видео я запишу из Гуа уже, когда прилетел Так как в аэропорте постарался максимально быстро пройти границы Ничего не записывал И пройти ковидные тесты Скажу вам, как это сделать После этого кусочка будет видео «Все из аэропорта» Итак, вы прилетаете Подготовьте, очень важно, сразу в один файлик положите Эр-сувитха, виза, паспорт и посадочный талон То есть, по которому вы сели в самолет, не выкидывайте его Пусть он будет по-другой, на него поставят штамп Иначе вы будете искать Если вы заранее оплачивали ПЦР-тест Это вам ничего сильно не даст Быстрее не будет Все, кто оплачивал заранее Все, кто платит на месяц Все должны регистрироваться То есть, сидят много людей с компьютерами Чем вы быстрее покажете документы все Тем они вас быстрее зарегистрируют И тем быстрее вы можете пройти Вот я первый прошел Делать тест А если вы делаете тест, то, скорее всего, вам и дают результаты Дадут одним из первых Потом сразу сделали тест Опять все, взяли результаты У вас этот же комплект документов Результат ПЦР-теста И маршрутный вот этот листочек билета Идете к человеку, он ставит Показывайте ему результат ПЦР-теста Он вам ставит на этот посадочный талон Что там в паспорте Надеюсь, все эти глупые ковидные правила закончатся И я вырежу эту часть видео Но пока так, ПЦР-тест должны сдавать все Берите срочно ПЦР-тест Дальше скажу о ценах из аэропорта Идете, все, получили этот штампик Идете, идете прямо до границы У вас все подготовлены документы Показывайте визу Эр-су-видха Вот этот посадочный талон Со штампом И паспорт Вам ставят визу Дальше уже запишу из аэропорта Для поездки в Индию нужна виза Мы занимаемся оформлением электронной визы И декларацией эр-су-видха Без которой не пасать на рейс самолет Можете заполнять самостоятельно Например, электронная виза Это четыре страницы на английском языке Люди некоторые даже пару суток или сутки это делают Либо можете отдать работу нам И получите готовую визу Декларация эр-су-видха под ключ Я получил визу в Индию Ну, предъявил электронную визу И мне поставили штамп в паспорте Показывал везде эр-су-видху в основном Один раз по ЦРТС посмотрю Да, очень важно Не выкидывайте посадочный талон У него вам поставят Ну, ковидный вот этот штамп Который по прилету в Индию всем ставят Не выкидывайте Не теряйте его после посадки Будьте внимательны Сохраняйте его со всеми документами Вообще, пересадка в Деле достаточно долгая Все контроли проходятся Поэтому пойду быстро И потом уже запишу вам дальше видео Вот моя электронная виза У меня вот это надо распечатать и предъявить Сразу спрашивают Можно ли в телефоне? Официально можно Берите распечатку Меня один раз не посадили даже в самолет в России Потому что у меня не было распечатанной визы Индийской Правда, несколько лет назад И пришлось бегать по аэропорту И искать, где ее распечатать Чтобы пройти регистрацию Чтобы такого не было Лучше распечатать спокойно все документы Индийцы любят вот бумажки смотреть В телефоне ему разбираться особо не хочется Смотрите, вот хоть и билет одной авиакомпании Но багаж надо получать после прилета Это тоже занимает время То есть всякие ковидные там показывать надо Справки, ирсувитхи, прохождение границы, багаж Вот, кстати, к слову Пока люди там все это проходят Я просто это все быстро-быстро сделал Поэтому и вам видео записываю, как быстро сделать Вот багаж стоит, ждет Хотя, то есть не оставьте случайно багаж в Дели Смотрите, вот идите по вывескам Да, вывески трансфер Но лучше спросите у местных офицеров Куда лучше пройти Смотрите, вам нужно будет подняться на второй этаж И еще раз зарегистрироваться Получить билет То есть в Air Indie Вы получаете багаж на первом этаже Показывайте вот эту маршрутную квитанцию Чтобы вас пропустили на второй этаж И регистрируйтесь в Air Indie Только потом можете идти на трансфер Дальше Вот, я зарегистрировался в Air Indie По новой зарегистрировал багаж Получил билет из Дели в Гуа Поднялся с первого этажа на второй И, кстати, вот этот проездной документ Ну, посадочный талон, маршрутные квитанции Он нигде особо не нужен в аэропортах Но в Индии нужен И из этого посадочного талона Вы не войдете в аэропорт Допустим, вот выход на первом этаже О, классно! Сидели 6 часов в самолете Захотели выйти там, покурить, подышать Назад, стойте очередь Показать посадочный талон Если его нет, ищите, допустим, его на телефоне Просто в Индии несколько лет назад Был теракт в аэропорту Поэтому вот эти правила ужесточили Еще несколько лет назад Но это, правда, уже лет 8 назад Наверное было где-то Так что вот, будьте внимательны Поэтому вот все это занимает Достаточно и долго времени Давайте подведем итог Вышли быстрее, зарегистрировались на тест Если вдруг тест отменят Супер! Идете на погранконтроль Приготовьте визу Эрсу, Витху Миграционную карточку Квитанцию, билет со штампом Чтобы быстрее пройти границу Вам ставят визу в паспорт Получайте багаж Поднимайтесь с первого этажа на второй Показывайте, если надо, проездной документ Вот этот Чтобы подняться, чтобы вас пропустили Снова регистрируйте в Эринде И задаете багаж Вот я получил посадочный талон Все, теперь я буду искать приорити пасс Так как у меня есть карточка приорити пасс Бизнес-зал И спокойно покушаю Кстати, вот я прошел Ну, вы видели, я записывал багаж Прошел первый Вот если вы все это знаете Вы это быстро пройдете Если нет, тут можно не успеть Из-за там, условно, 4-5 часов Если все это на каждом этапе Тормозить Ну, я вот прошел все Ну, сколько у меня занял Наверное, полтора часа Вот эти уже картинки Виды поинтереснее, чем всякие регистрации Тесты Вот так встречает меня Индия В аэропорту Дели То есть, прямо в аэропорту растут пальмы Круто Пока ждете, если у вас нету карточки приорити пасс Там, ну, проход в бизнес-зал Можете покушать вот Здесь, в принципе, еда стоит 300 индийских рупий 350, 325 Ну, что-то за 250 я вижу То есть, вот такие местные Ну, 250 рублей в аэропорту еда Можете покушать Кафе Вот, также есть всеми любимый Ну, не всеми, а кто-то его любит Макдональдс Владельцы приорити пасс Вот здесь, на втором этаже Есть плаза премиум лоунч У меня есть Можете, кстати, купить, оформить Заплатите один раз Будете ходить всегда кушать В аэропортах Информация есть ниже Ну, так вот Здесь я как раз сейчас отдохну Спокойно покушаю Перед моей пересадкой в Гуа Для оформления карты приорити пасс Будет под этим видео Если хотите, можете оформить За ковидных правил Почему? Ну, она вот временно закрыта А так классно, кстати, бизнес-зона Мне собрали такой пакет Хотя все кафешки вокруг открыты Ну, сейчас поедим Многие поражаются там Каким-то нашим Российским, украинским законам Как в Индии Выполняют требования ковид Зона приорити пасс закрыта А вот эта кафе открыта Видимо, это считается у них открытым пространством В зале аэропорта Зато в приорити пасс нельзя Заходить Вот, началась посадка на рейс в Гуа Сейчас, надеюсь, быстро она пройдет И я попробую до самого Гуа Полежать и подремать Увидимся уже дальше в Гуа В Гуа самолет летит полупустой И поэтому я сейчас здесь лягу и посплю Ну вот я и добрался до Гуа Границы, в принципе, все пройдены в Дели Сейчас только останется получить багаж И спокойно на такси ехать К себе в Арамболь После прилета в Гуа Местным рейсом Тут прям все очень быстро Выходите, вот багаж А вон уже выход Это из-за аэропорта Спокойно на такси И туда, куда вы прилетели Ну вот так я долетел с пересадочкой В Дели И вот прилетел в Гуа На выходе из аэропорта Торгуйтесь То есть много таксистов Просто торгуйтесь Собьете цену Официальные 2250 Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш канал Нажимайте колокольчик Чтобы получать все уведомления О новых правилах въезда в Индию Ну и в других странах Как видите, я нахожусь на месте событий То есть не из дома, вам говорю Сам прилетел Сам рассказываю Также здесь друзья, знакомые И другие люди, которые делятся информацией Поэтому вся актуальная информация Ну и конечно не только актуальная Интересная будет на нашем канале Все, не забудьте подписаться Пока-пока И нажимайте колокольчик Чтобы не пропустить уведомления С вами был Борис Соколов